Крепкий Орешкин 2 Я не чиновник Нет, я грущу немножко по-другому Не пригласили вас, может быть Не пригласили, да Я надеялся, да Уж я бы их уговорил вернуться Если бы сам не остался Я грустный на самом деле Потому что, мне кажется, надоели Политические новости И вот эта так называемая политология Тоже до смерти надоела Вроде как уже становится всем все ясно Но В такой ситуации Гораздо более интересные вещи Мне кажется, касаются каких-то фундаментальных Исследований, чем вот Комментарии таких Стремительных событий, которые сейчас вокруг развиваются Но все-таки, вот давайте Мы про эти самые выездные группы поговорим Потому что об этом мало кто На это мало кто обратил внимание Значит, в пятницу вступило В силу постановления правительства О поручении Министерства иностранных дел Совместно с МВД Естественно, заняться содействием Переселения обратно в Россию Граждан, покинувших Родину Но идея Вполне бюрократическая Значит, создать вот эти временные группы Куда И вас тоже, я полагаю, не взяли Ведь, да? Ну, мы сами чиновники Ну, просто звонили А у меня телефон был занят Занят, понятно Все время в эфире Да, да, да Ну, так вот, будут созданы временные рабочие группы Которые будут выезжать за границу С целью убедить соотечественников вернуться Группы будут формироваться И специалистов Министерства внутренних дел И Министерства иностранных дел И других заинтересованных федеральных органов Исполнительной власти А я знаю, между прочим Какие-то органы Вы знаете, да? Конечно, ну, вот у нас это Петров и Васечкин выехали Очень эффективная группа по возвращению Да, некоторые вернулись Вопрос в том, как они себя после этого чувствуют Это, понимаете, просто Это эмоциональный стресс Который они пережили От радости возвращения в Россию Поэтому групп может быть много Я считаю, что это правильные методы Что МВД А других нет Вот на самом деле Это мне кажется восхитительным Потому что люди В количестве, как выяснило ООН Организации Объединенных Наций Уехали в объеме 10,6 миллиона Миллиона Россиян Предатели Предатели, да Значит, это примерно 10% Если не считать пенсионеров Из учета выбрать То примерно 10% От того, что называется Рабочей силой Значит, вернуть их назад Мне кажется, проблема И задача нерешаемая И поэтому Скорее всего Эта самая группа Займется тем, чтобы не выпустить Оставшихся Это им гораздо привычно Да, да, да Значит, я так понимаю Что забор будет теперь В ближайшее время повыше Для того, чтобы выехать А уехать будет потруднее Потому что Будут какие-то деньги Отбирать Или Да просто выездные визы Господи Через первый отдел Ну, это, я думаю Это чуть-чуть круто Вы У нас Я просто помню Я ходил Ну, в советские времена Я тоже помню Но Мне кажется, что Сейчас будут действовать Как обычно Гибридным способом То есть так, чтобы уехать Было Невыгоднее, чем Остаться То есть Как в свое время Когда уезжали Граждане там По пятому пункту Имеющие слабость Делалось все Чтобы они выезжали Голыми и боссами Конечно Все распродавали здесь За бесценок Ну, да А куда денешься Так вот Вместо того, чтобы Изменить внутреннюю политику И сделать ее Привлекательной Для людей Для денег Ведь было же время Когда к нам ехали В том числе На ловлю счастья И чинов Разного рода Иностранцев Это было их Как собак Нерезанных В 90-е годы Потому что они ощущали Что здесь можно сорвать Какой-то куш И экономика Между прочим Росла тогда А вот сейчас Экономика буксует И народ Не только сюда не едет А вот скорее Отсюда Выезжает Значит Если говорить По абсолютной Численности Эмигрантов То Россия Вот по данному ООН Прочно держит Первое место Среди 24 Государств Которые По классификации Мирового банка Относятся К региону Европы И Центральной Азии Почему-то Восточная Европа Конечно Почему-то Мы у них Относимся К Центральной Азии Объединяют нас Ну в общем С одной стороны Конечно 10 миллионов Очень много И поскольку Страна большая Поэтому мы На первом месте Но надо сказать Что есть Страны В Восточной Европе У которых дела Похуже нашего Я не знаю Может это Служить поводом Для оптимизма Но например Из Молдавии Эмигрировали 24 процента Граждан Четверть При этом Значительная часть Из Приднестровья Вот об этом Забывают упомянуть В Приднестровье Когда Там Начались Эти события Было 750 тысяч Населения Ну а сейчас Там переписи Конечно нет А если есть То она Достаточно сильно Фальсифицирована Но по косвенным данным Специалисты Из Московского университета Считают Что там Сейчас Около 400 450 тысяч Осталось Ну в общем Где-то треть А может даже 40 процентов Уехали Кто к нам Сюда Молдавские Строительные Бригады Кто в Европейский Союз Большая часть Уже понемножку Уезжает оттуда В Европейский Союз Из Хорватии 22 процента Из Литвы 21 процент Ну а у нас Считай 10 процентов От объема Так у нас все хорошо Оказывается Рабочей силы Все относительно Но в общем-то Люди едут туда Где им интереснее И тренд Вполне понятный Асимметричнее Не от них К нам А от нас К ним Это конечно Сильно напоминает Историю С Берлинской Стеной Когда перед Хрущевым Чекисты Положили документ Что если эту стену Не поставить То Отток Немецких Граждан Из Восточной Германии Западную Дорастет До миллиона Человек Там уже Сотнями Тысячи Иммигранты Избирали Избирались Поэтому Построили Вот эту самую Берлинскую Стену В прошлом году Ее юбилей Разрушение Этой стены Юбилей Отмечали Но для нас Это говорилось Что мы строим Защитный вал От Западной Агрессии То есть Как бы мы защищались От наступления Запада На самом деле Конечно Партийные начальники Понимали Что они строят Заградительный вал От беглецов Из наших Политических Пространств Вот если бы Мне было бы интересно Как Слушатели Воспринимают Все это Собираются ли уезжать А я могу зачитать А зачитайте Пожалуйста Только давай что-нибудь Патриотичное Пожалуйста Не Давай Патриотичное Вот чтобы Только патриотичное Помолчать что Я не понимаю Ты что Вот этого хочешь Вадим из Москвы Пишет А что делать будем Когда группы Посланные Для возврата Будут сами Оставаться Ну хорошо Вот это лайтовые Верси Мне пожалуйста Таких очень много Из этих групп Выезжающие за рубеж Многие там и останутся Как в советские Время Нет чиновники Они там Таких денег Как здесь Не заработают Точно Да Есть нюансы Поэтому чиновников Вот Потапенко не пошлют Ведь возвращать Уедет же Засранец Точно И будет клеветать На радио Свобода Оттуда Прямо будет Прямо сразу Как приедет Первое же дело Как только выйдет Прямо из аэропорта Сразу на радио Свобода И программу там И Путина За печеньки Мешок главное Не забыть Андрей из Нижнего Пишет нам Группа по возвращению Как в 35-37 годах Ну да Ну да Еще комментарии Доброе утро Не дождутся Не уговорят Могут даже не агитировать Подпись Александр Италия Павлюченко нам пишет Если бы я узнал Что ко мне выезжает Такая группа из РФ То я поехал бы еще дальше Ну и Самый наверное Популярный комментарий Что это будут Очередные поездки Бездельников За государственный счет Ну это понятно Ну что Тоже неплохо прогуляться Правда Я об этом как-то не подумал Я думаю Что это один из вариантов Просто обход санкций Ну там персональных Кто просто попадает Они будут видно По этим заморочкам есть По специальным документам А их Я думаю Их не пустят Дипломатов И то не пускают По идее-то да Но Кроме освоения денег И на халяву полетать То они с другой стороны И так это умеют делать Если так То это еще полбеды Но если они искренне верят Что они поедут И кого-то уговорят То это мне кажется Полный отъезд От реальности Куда-то Ну почему Там взять Какого-нибудь Сигала возьмут Новоиспеченного Депардье Монсона Прекрасные ребята Депардье Депардье У нас Монсон Освободят Освободят От членских взносов Я полагаю Он заседает У нас По-моему В МОС Облдуме Кто Монсон По-моему А Я думал про Просить Которые Раско-Федераско Он же депутат У нас Ну видите Жизнь-то Молодой Человек Это поперла Фишка Так что Я считаю Что очень неплохо У нас там Много Кто Можно Прекрасить Наблюдаю Я что Понижен Какой-то Адрес Индекс Социального Оптимизма Я считаю Что это Совершенно Несправедливо Потому что Мы Семимильными шагами Идем вперед За январь Декабрь Из страны Ушло 5,3 миллиарда Долларов По операциям Которые Центробанк Не в силах Объяснить Значит У них есть Такая специальная Графа Которая называется Ошибки и пропуски Платежного баланса То есть Деньги уходят Но Непонятно Каким образом Не по стандартным Категориям Это Не импорт То есть Можно оплатить Импорт Этим деньгами Это не покупка Иностранных активов Это не погашение Долга А просто через Какие-то дырки В виде Ошибок и пропусков Уползло За рубеж 5,3 миллиарда Долларов Не бог Весь сколько Но в то же время Это не баран Чихнул Что называется Деньги довольно Серьезные То есть Два года У нас была пауза А вот сейчас Как раз Возобновился Этот самый Отток Но я думаю Для нового премьера Это будет задача Ему в общем-то Не привыкать Заниматься Налоговыми И прочими Ограничениями Так что Это будет Интересное кино Пока Вот за эти два года Вернулось После вот тех самых Обещаний Не заводить уголовные дела И Организовать Амнистию Для капиталов Вернулось 4,9 миллиардов долларов По вот этой же самой Странной графе Ошибки и пропуски Но после этого 5,3 Ушли назад На самом деле Погостили И до пара Они еще и забрали Часть каких-то И увели все-таки Обратно Погостили и поехали Обратно Ну на самом деле Центробанк считает Что отток будет уменьшаться Потому что в стране Денег меньше делается Так что Неоткуда брать Так или иначе На теневой На теневой Вот этот Через ошибки И пропуски Отток Пришел с каждой Пятый доллар Вывезенный Частным сектором Из страны Вот чистый Отток капитала По легальным Направлениям Оценивается В 26,7 миллиардов долларов И из них Вот пять с лишним По непонятным причинам Через дырочки В платежной системе Хорошо Проехали эту тему Давайте еще Немножко По политике Потому что Мне хотелось бы Побольше говорить Про историю Чем про политику Сейчас все занимаются Историей Но перед этим Мне кажется Важным Вот что отметить Вчера прошли сообщения О том Что Турция нанесла Массированный удар По Сирии После провала Переговоров с Россией В понедельник Были там переговоры Итак Турки в понедельник Нанесли Массированный удар По позициям Сирийской армии В Эдлибе Эдлиб Ну это то место Где сохранились Вот эти самые Исламские фундаменталисты На территории Турции Удар был нанесен В ответ на обстрел Турецкой военной базе В Тавтаназе Из-за которого Погибли Пятеро военнослужащих На прошлой неделе Третьего Февраля Было убито Еще восемь Турецких военнослужащих Так что У Эрдогана Есть все основания Демонстрировать Неудовлетворенность И он ее И продемонстрировал Еще в конце января Он обвинил Москву Москву Нас В срыве всех Договоренности По провинции Потому что Предполагалось Что Россия Остановит военные действия Со стороны Асада Соответственно Устанавливается Какое-то Зыбкое равновесие Кончаются Боевые действия Кончается Отток беженцев Но Асад Почему-то не остановился То ли у России Нет рычагов На него воздействия То ли на эти рычаги Не обращают внимания И он ведет Наступление При этом Наступление Поддерживается Российскими Военно-космическими Силами Идут бомбежки Сообщают О большом количестве Жертв Там мирных И немирных Ну короче говоря Вот Не далее Как пару дней назад Турция Нанесла ответный удар И нам сообщили Что более Ста солдат Асада Были нейтрализованы А также уничтожены Три танка Две огневые точки И вертолет Так сказал Турецкий Министр Обороны Тут есть Хитрость в переводе Что значит 101 объект Потому что Нам перевели Как 100 Солдат А Дословная Формулировка Турецкого Министерства Иностранных дел Звучит Немножко иначе Атаковано 115 объектов Сирийского режима 101 элемент Режима Был нейтрализован Солдат Является элементом режима Или имеется ввиду Вот из этих 115 объектов 100 уничтожены Может быть просто Солдат бежал Ремень упал Пилотка упала И это два отдельных элемента Три Солдат Ремень и пилотка Солдат не был уничтожен Только ремень и пилотка Это слишком глубоко Для моего Скромного Ментального Зато за отчетность Как хорошо прошла Понимаете Ну да Я думаю что Турецкая отчетность Ненавного Убедительна Отечественная Но так или иначе Понятно что Мы им поможем Если что Обострилась Значит Эрдоган говорит Что Россия Не выполнены Ни сочинские Ни астанинские Соглашения Астанинские Это вот как раз 2017 года Мы ждали До сегодняшнего дня Что Россия Обуздает Асада А теперь Мы начинаем Принимать меры Сказал Турецкий президент В конце января И вот теперь Мы видим Эти самые Меры По данным ООН Число беженцев Которые Двигаются В турецкой К турецкой границе Достигает Семисот тысяч человек В том числе Вот в последние Дни Из этих Семисот 358 358 тысяч Буквально В последние дни То есть число Общее число Беженцев Приближается К пяти миллионам И куда их девать Турция Совершенно точно Не знает У нее Есть Понятный Рычаг давления На Европейский Союз Пропустить Этих самых Беженцев Дальше в Европу И разбирайтесь С ними Сами Я думаю Что Европейскому Союзу Это меньше всего Надо Так что Ожидается Усиление Воздействия Давление На Россию И здесь есть Два варианта Или поддержать Асада С тем Чтобы он Поскорее Уничтожил Этот самый Идлиб Вместе с его Исламскими Фундаменталистами Или все-таки Остановить Эту самую Экспансию Трудно назвать Экспансией Потому что Территория Это все-таки Сирийская Но как-то Образом Законсервировать Этот Самый Процесс Похоже Что Консервировать Никто не собирается И это означает Что Так или иначе Мы туда Влезли Под Барабанный бой А теперь В общем-то Не очень понятно Как там себя Вести Ну На днях Было сообщение О том Что четыре Снайпера Российских Были подорваны И уничтожены Этими самыми Боевиками То есть Похоже Что есть серьезная Угроза Что мы туда Влезаем Уже Уже когда и не хочется Влезать Потому что Выхода Нет Сирийские силы Продолжают наступление Уже заняли Город Маарат Эль-Нуман Сообщило Министерство Турции И В ближайшее время Поскольку уже Наносятся удары По турецким Вооруженным силам Мы можем получить Серьезный Межгосударственный Конфликт В котором Россия Похоже Пытается взять На себя функцию Умиротворителя И Какого-то Посредника Но она Слишком явно Работает На стороне Сирии И Эрдоган Совершенно точно Не удовлетворен Этими посредническими Миссиями И отсюда Очень простой Вывод Что Ища себе Союзников Эрдоган Скорее всего Развернется Опять к Соединенным Штатам То есть Вот эта Долголетняя Работа По Разрушению Единства Блока НАТО Через Турецкое Направление Может Окончиться По сути Говоря Ничем Такая Вот Неприятная История Касающаяся Турции Еще Один Небольшой Сюжет Касающийся Того Что Можно было бы Назвать Текущей Политикой Вот Очень Болезненно Произошло То Что Называется Межэтнические Конфликты На Юге Казахстана Это На самой Границе С Киргизией Там Был Типичный Межнациональный Конфликт Десять человек Погибло Десятки Домов Сожжены Автомобилей Тоже Вполне Такая Традиционная История Которая Очень Характерна Для Как раз Центральной Азии И Слава богу Не характерна Для России И здесь Мне кажется Надо было бы Как раз Говорить Про исторические Такие Взаимодействия Там Конфликт Между Долганами Так называемыми Это Или Хуэйми Как они себя Называют Это Китайскоязычные Мусульмане Нечто Похожее На уйгуров Но Отдельная Группа У них Язык Все-таки Китайский Они более Китаизированы Живут Частично В Киргизии Частично В Казахстане Численность Их Невелика Там Около 60 тысяч Но они живут Компактно И Возникла Традиционная Такая Провокационная Ситуация Когда Эти Долганы Какие-то Молодежь Обидела Стрелька Казахской Национальности Казахи Из местных Соседних Городков Туда Понаехали И началось То Что Раньше Называлось Погромами Естественно Армия Запоздала Примерно На сутки Слава богу Потом Вошла Всех Остановила И Пока Там Ситуация Подмороженная Но Любви И Межнационального Братства Не наблюдается Хотя Казахское Руководство Говорит Что там Нет Никакого Межнационального Конфликта А есть Типичная Какая-то Уголовщина Хулиганство И так далее Но Позиция Скажем Прямо Слабенькая В чем Я вижу На самом деле Проблему В том Что Есть Очень Простой И Наглядный Способ Отделения Варварской Социокультурной Обстановки От цивилизованной Этот Признак Называется Признание Принципа Солидарной Ответственности То есть Все Казахи С точки Зрения Долган Плохие Или Все Долгане С точки Зрения Казахов Плохие В современном Мире Особенно В крупногородском В таком Котором Мы живем Все таки Работает Принцип Персональной Ответственности Если Кто-то Кого-то Убил То Виноваты Не его Корни Этнические А Виновата Его Личная Персональная Ответственность Скажем В Соединенных Штатах Это даже Какие-то Гротескные Форумы Принимает Когда нельзя Сказать Что Например Убийца Темнокожий Хотя Большинство Убийц Как раз Темнокожие Но для Того Чтобы Не поддерживать Вот эту Проблему Черные Белые Мусульмане Православные Христиане И так далее Там Они Стараются Говорить Вот Мистер Смит Грохнул Утюжком Мистера Блэка А у нас Или не у нас А вот Казахстане Поддерживается Ситуация На низовом уровне Противоположная Извините То есть Виноваты Люди Этнической Группировки Мы Слава богу От этого Отошли И Этому Способствует Может быть И государственная Политика Но в основном Мне кажется Просто Жизнь В крупных Городах Где Все перемалывается Где уже нет Вот этих самых Махалей Махаля Это такой В Средней Азии Это квартал Значит Вот есть Махаля Где живут Такие-то Есть где живут Бухарские евреи По соседству Там живут Узбеки А тут же Рядышком Киргизы И между ними Всегда возникают Какие-то Города Это всегда Побильный котел А города Современные Особенно Где вот Нет этих Микрорайонов Которые Друг с другом Враждует Они конечно Приводят нас К вот этой Наиболее логичной Ситуации Что виноват тот Кто ударил Кого-то там Арматурой Или застрелил В подъезде А не то Не та нация Которой он принадлежит Как только Мы начинаем говорить Что вот такие-то Вот такие-то Они все Вот такие-то Фашисты Например украинцы Так это значит Что мы сползаем На в общем-то Варварскую Логику Что характерно Например для тех же самых Наиболее отмороженных Ребят на Украине Которые говорят Вот москали Вот или там Как они там Шкацапы Да вот так-то мыслят Не так Не так Это все неправильно И на Украине Наряду с отмороженными Националистами Которые так мыслят Есть абсолютное Большинство Вменяемых людей В том числе И русскоязычных И не надо Упрощать эту ситуацию Как только эта ситуация Упрощается Есть риск Что мы скатываемся Во вторичное варварство И таким образом Подобимся Тому что происходит На юге Казахстана Тут нас оберегает Слава богу Наша система расселения Наша система культуры А вот вторую часть Нашего с вами Общения Я бы хотел посвятить Восприятию того Что называется История Потому что сейчас Все вдруг Кинулись в исторические исследования Полчаса об этом поговорим Если позволите Легко С удовольствием Дмитрий Борисович Орешкин В студии Серебряного дождя Друзья Вы можете Отправлять комментарии Обо всем Что слышите В нашем эфире Плюс 7903 7976 333 И не забывайте Про видеотрансляцию Крепкий Орешкин 2 Да именно так Дмитрий Борисович Орешкин И не просто Так к нам зашел Обещал про историю Добрый вечер Рассказать веселые истории Несколько веселых историй Значит смотрите Что меня удивляет Сейчас массовое движение Двинулось как раз В сторону исторических исследований Тут Андрей Лорионов Который прославился Неумением предсказывать Экономические кризисы 2008-2009 года И поэтому Очень злится На покойного Гайдара Который этот кризис Сумел предсказать Вдруг перекинулся На исторические исследования С тем чтобы Показать Что Иосиф Виссарионович Сталин Готовился напасть на Гитлера И соответственно Гитлер был вынужден Нанести превентивный Ответный Ну не ответный А превентивный удар А в общем виноват В начале Второй мировой Мировой войны Товарищ Сталин Это Скорее всего они дойдут Все таки до Классической виноваты женщины Ищите женщину Ну наверное Прекрасная Елена Послужила Иной Значит Второй мировой войны Это ничего нового Это в общем-то Перепев История Резуна Который Очень ловко Перепутал понятия С одной стороны Да Сталин Конечно Хотел Экспансионироваться И конечно Хотел Выдрузить Красное знамя Победы Над Европой Это Несомненно Вопрос есть в том Готов ли он был Нанести удар Там 6 июля 41 года Как нас убеждает Господин Резун Или Он хотел бы еще Годик подождать Накопить побольше Селенок И ударить уже потом Когда англичане С немцами Совершенно друг друга Измочалят И ему будет Легче там действовать Да Значит Вот Наиболее толково В этом смысле Выступает Марк Солонин Он последовательный Резунист Но он Он делает Доброкачественные Исследования В том смысле Что он сидит В архивах И публикует Новые данные А потом уже Начинается Вокруг этих данных Спекуляция И самое интересное Мне кажется Во всех этих Исторических Экзерсисах То что Через восприятие Истории Мы на самом деле Как в зеркале Видим отражение Своей собственной Физиономии Как мы понимаем Историю Это отражает То Кто мы такие Другим Историческим Подвигантом Который Крушит Основой Является Господин Фоменко С его замечательной Новой хронологией Я бы про него Не стал вспоминать Если бы вчера Не услышал На одном из радио Рекламу Нового музея Вот этой Новой исторической Хронологии В Ярославле У меня глаза На лоб полезли Потому что Фоменко Наверное Хороший математик Альтернативная история Он так По-моему И заявлен Ну там много Очень интересного На самом деле Трусские были русскими На самом деле Мушкеты Изобрели В Ярославле Хорошо звучит Русские были русскими Ну а то Не зря же так Созвучие такое И главное понятно Прям по задорному Профессиональные историки Они просто Горючими слезами От этого плачут А Профессиональные историки Просто зарабатывают Мало Это от зависти Наверняка Да А там вот Ведет такая Могучая реклама Идите посмотреть Как на самом деле Все было устроено Мультимедийный Мультимедийный музей То есть там все Как бы Нарисовано На картинках А то что например Есть вполне Материальные Наслоения Друг на друга Которые В отложениях В новейших Слоев С такой-то Культурой После него С другой культурой С третьей С пятой И десятой Потому что Сам-то Фоменко Отрицает То что Все были эти Исторические эпохи И считает что Это все фальсифицировано Какими-то Злоумышленными Западными Специалистами Совершенно конкретно Говорится о том Что это все Евреи Специально Так разложили Опять вы Чтобы всех запутать Да А что вы Даша А вы признаете Вы что еврейка Да Острый Это боже мой Я в этой части Представляете А мы Мы тут Перед ней Распинаемся А вот она А она Переписала Все истории Они такие Вот как раз Это к вопросу Она по тихому Сидит тут Кнопки нам Вот выдумывайте Да это была я И миром руководит Вот она Микрофон ее отключает Если что Ни разу не отключала Ну так она Еще Она просто ждет своего часа Как я что-то неправильно скажу Так и отключит Ну вот Значит Ну бог с ним Сфоменко Ладно Меня интересует Владимир Владимирович Путин Который Заявил Что он напишет Специальную Историческую статью По поводу Того Какова вина Польши И так далее В общем Мне кажется Здесь Очень хорошее Отражение Того Что на самом деле Сейчас представляет Владимир Владимирович Путин Это значит Что Он ощущает Что все в порядке Ему заняться Вроде как Нечем То есть Он контролирует Власть Он достиг Своих целей Стратегических Но тем не менее История с Польшей Его сильно зацепила Ну да Теперь он будет контролировать Прошлое Вот смотрите Путин будет писать Этот текст Он что Сам пойдет В архивы Будет рыться В этих источниках Нет От Кремля До Ленинки Рядом Я думаю Что он попросит Специально обученных людей И они подберут ему Те материалы Которые ему нужны И он напишет Эту статью Зачем Вот гораздо лучше Было бы сделать Если открыть Эти самые архивы И пусть специалисты Этим занимаются Потому что есть такая штука Как источник И ведения Недостаточно Увидеть один текст И сказать Вот теперь я все понимаю Потому что Особенно в истории Рядом с этим текстом Есть другой А еще третий Четвертый И надо знать Десятки этих самых источников Чтобы составить Эту самую картинку Ладно Он напишет этот текст Что сделают историки Если бы это был Советский Союз То они вслед за товарищем Сталином Сразу перестроились И объяснили Что вот именно так все и было Потому что раз Талич Сталин сказал Так оно и было Значит Как-то Талич Сталин сказал Что Римская империя Рухнула из-за Восстаний рабов И советская история Раз и перевернулась Вся мировая история Говорила Что Римская империя Рухнула Из внутреннего разложения И от ударов Варваров извне Значит А почему-то Вот Сталин увидел Внутреннюю политическую борьбу В виде восстания рабов И вот В течение десятилетий Нас учили Что Рим Именно от этого и рухнул С Путиным Это не пройдет Футбольного клуба Спартак Футбольный клуб Спартак Еще до Товарища Сталина Появился Чисто исторический факт Так вот Интерпретация этих событий Она Очень Показывает Что мы в общем-то И наши руководители Тоже Достаточно Дремучие В этом смысле Напишут Ну кто такой Путин Для историков Он Простите пожалуйста Дилетант И Было бы гораздо грамотнее Если он хотел бы Установить истину Просто допустить Открыть Вот те архивы Которые до сих пор Не совсем открыты Про войну А там бы уж Товарищи Со специальными дипломами Разобрались И среди них были Просоветские Антисоветские И дай бог здоровья Я боюсь Что Дмитрий Валерьевич Вы Слишком оптимистичен Ну Нет Кстати он А то он откроет И Тогда начнется рассуждение Которое регулярно Мы тут Поднимаем В нашей студии Когда началась Вторая мировая война И вдруг Начнет оказываться Что Знаете Началась она Далеко не В сорок первом Не виноваты женщины были Ну это отдельная история Евреи Женщины евреи У нас Самое главное Здесь у нас с вами Вообще бинго в студии Нам повезло Вот И закончилась Она далеко не Шутите шутите Да я понимаю Что знаешь Ну и нормально Это называется Нормальная доброкачивая Дискуссия Сначала Нет Наука Отличается От пропаганды Тем Что она ставит Во главу угла Факты Вот если ты Откопал Какие-то новые Документы И их публикуешь Честь тебе и хвала Интерпретируй Потом Как угодно Как Марк Твен говорил Сначала дайте мне факты А потом Можете делать с ними Все что угодно Факты дайте А оценки Это Несколько другая история Просто фактов будет Опять таки С 39 по 41 Боюсь настолько много Что Конечно интерпретацию Можно передать Какую угодно Но Какую угодно уже нельзя Потому что есть Определенное количество фактов И они создают Коридор возможностей И зачем нам тогда Вот эта вся история Конечно она не нужна То есть он делает правильно Я считаю что Он нам объясняет Как оно было на самом деле Конечно он закрывает Если мы патриоты Мы принимаем эту точку зрения Конечно он закрывает Он наоборот закрывает Вот не работает Не работает Потому что я просто процитирую Тот же Владимир Владимирович Путин Кажется в 2009 году Передавая полякам Документы о Катынской трагедии Катанская На самом деле В Смоленске говорят Катань А не Катынь Кстати говоря документы Передали не все Там два десятка томов Оставили у нас Он все равно признал Что да Это была катастрофа Которую организовала НКВД Путин признал И это трудно было не признать Потому что Архивы Смоленские Были вывезены отступающей Гитлеровской армии В 43-м году И они лежат За границей И анализ этих архивов Показывает что Я не буду углубляться Ну короче говоря Путин там сказал Что для меня Сказал он К стыду своему Я не знал Что в 20-м году Сталин руководил Военными действиями Против Польши И тогда проиграл И поэтому у него Такие отношения к полякам То есть Путин признает Что например Вот 20-ю Историю 20-го года Он не знал И мы тоже не знаем Потому что тогда Действительно Товарищ Сталин Проиграл войну Пилсудскому Не выполнил указания Реввоенсовета По объединению С Тухачевским В результате Тухачевский Дрался в одиночку С Пилсудским А Товарищ Сталин В это время Находился под Львовом И в военных действиях Не участвовал После чего Его отправили На национальные работы На Кавказ И так далее Он сильно Сильно потерял С точки зрения Аппаратных позиций А Россия Советский Союз Была вынуждена Выплачивать полякам 30 миллионов рублей Ежегодно Золотом В качестве репарации Естественно Она ее выплачивать Не стала Это другой разговор Но поражение Было безусловно А в нашей исторической памяти Сталин совершенно Ни при чем А если и при чем То он Пилсудского победил Таки нет Так вот значит Путин это признает Но я к тому Что наше представление О прошлом Чрезвычайно искажено И вот последние 10 минут Я хотел бы коснуться Посвятить тому Что рассказать Про новую работу Которая Меня потрясла Своим Фундаментализмом Это Такой есть Исследователь Аркадий Попов Он На своем Я не знаю как На ленте В фейсбуке Разместил Исследование Которое касается Исторического мифа О еврейской Революции В России Вот Это очень важно Потому что Разрушает Или скажем так Исправляет Историческую оптику Вот если в советские времена У нас все там Все прекрасно Разбирались в футболе И в политике Да Это я помню Те времена А сейчас футбол Политика Плюс история Ну еще Все-все-все Разбираются Конечно Это же хорошо Так вот Рождаемость поднимут Может быть В 13-м году Тот же Владимир Владимирович Путин 13 июня Передавая Библиотеку Шниверсону Еврейскому музею В Москве Между делом Сказал Вот я цитирую Решение о национализации Библиотеки Было принято Первым советским правительством И членами его Примерно на 80-85% Являлись Евреи И это Полностью соответствует Нашим доминирующим Представлениям о том Что революция была сделана Евреями Красный террор Был сделан Евреями Коллективизация Да Могу еще раз повторить Решение о национализации Библиотеки Было принято Первым советским правительством И членами его Примерно на 80-85% Являлись Евреи Значит Заявил Путин 13 июня 2013 года Во время торжественной передачи Библиотеки Шниерсона Вот этой знаменитой Еврейской библиотеки Это может дать уважение В данном случае Дать уважение Конечно Но вот 80-85% Это цифра И вот тут появляется Аркадий Алексеевич Попов Каждый может найти его Работу В Фейсбуке Так вот Он Сделал чудовищную По физическому объему Работу Он Просмотрел Личное дело Ну все Что можно было Открыть Найти в открытых источниках Касательно почти Четырех Четырех тысяч Ключевых Персонажей Ленинско-сталинской эпохи С точки зрения Национальной Принадлежности Результаты В общем-то Ошеломляющие Во всяком случае Для меня Это вещь посильнее Чем Фауст Гёте Вот например Во второй главе Он там пишет Про состав Как раз Совет народных комиссаров То есть Первого Правительства Революционной России Включая Наркомов То есть То что Можно было бы Назвать Первым правительством О котором говорит Владимир Владимирович Путин Там всего Если убрать Повторяющиеся персонажи Потому что Некоторые из них Были Наркомами А потом Членами Совета Народных комиссаров И одно другому Не противоречило Ну вот Не повторяющихся персонажей 57 Человек Просмотрев Вот Личное дело На каждого Ну не совсем Личное дело А все доступные Источники Устанавливается Аркадием Поповым Этническая принадлежность Ну или как у нас говорят Национальность В этом В первом Революционном Российском правительстве Русских было 29 человек Украинцев 12 Евреев 6 Поляков 5 Прочих Тоже 5 Значит он пишет Я позволю себе процитировать Оказывается Что всего Членами Ленинского Совета Народных комиссаров Состояли 57 человек И сколько же было Среди них Евреев Наверное Человек 40 Нет 6 Лев Троцкий Исаак Штейнберг Исидор Гуковский Владимир Довголевский Григорий Сокольников И Лев Каменев 6 из 57 Это 11 Это чисто Эмпирический обзор За ним 3 года Сидения За документами Простите Дмитрий Борисович Орешкин продолжит А вот она меня затыкает Буквально Это одно самое Так и оно Друзья вернемся Через несколько минут Крепкий Орешкин 2 Да Дмитрий Борисович Орешкин Совсем немного времени К сожалению 5 минут про евреев Да Давайте Так вот смотрите Получается Что даже Владимир Владимирович Путин Человек из спецслужб Глубоко информированный И он тоже? Я не знаю Не в этом дело Я хочу сказать Что он находится в плену Вот таких вот Мифологизированных представлений Все таки 80-85% И 11% Это существенная разница И Как раз я говорю о том Что вот в этом исследовании Есть конкретные факты Которые так или иначе Можно объяснять Интерпретировать И так далее Потом Евреев стало В государственных структурах Больше 15-20% Но И с этим трудно не согласиться Тот же Попов пишет Что история заключается в том Что во всех странах мира Элиты государственные Формируются Из городского населения Не из сельского А особенно революционеры Они все таки все были В основном горожанами Даже выходцы из села А евреи были Самой урбанизированной Нацией в царской России Половина 49,6% По данным 16-го года Проживали в городах Но остальные 50% Значит соответственно На селе В то время как Например Для великороссов В городах Было только 16% А остальные Жили на селе 85 Ну 84 Там для поляков Показатель урбанизации Там 18% Для белорусов 3% И так далее Поэтому правильнее говорить О доле Евреев Не в Всем составе Российского государства Это была доля маленькая 2-3% Насколько я помню А в составе Городского населения А там они составляли 15 Точнее говоря 15% В конце 19-го века Говорили 15% Городского населения В повседневной жизни Использовали Идиш Это значит На самом деле Евреев-то было В городах побольше Потому что Многие из них Уже русифицировались И говорили по-русски Или там Может быть По-немецки Уж не знаю Если говорить Про Ригу Так вот Соотнося Долю городского населения С долей Людей В органах Советской власти Мы получаем Примерно То самое Соотношение Как в городах Порядка 15-20% Так и во властных Структурах Постреволюционной России Евреи Ставляли 15-20% В некоторых Случаях Отдельных НКВД У Попова Посвящена Специальная глава НКВД Особенно Вторая половина Тридцатых Там было Значительно Больше И это вопрос Который Как раз Ставит Новые Совершенно Перед нами Задачи Почему Откуда Почему Только в НКВД Не в армии Не в правительстве Не в хозяйственных Органах А именно В НКВД Там есть У Попова Какие-то объяснения Которые могут Вас устраивать Могут не устраивать Но фактическая Составляющая Она представляет Из себя Совершенно Уникальная По-моему По нынешним Временам Детальную Картинку Которая Меняет Заставляет Менять Взгляд На прошлое Евреев Было Много Кстати говоря Среди большевиков Их было меньше Чем среди Меньшевиков А меньшевики Октябрьский Переворот Как известно Не поддерживали За что потом Преследовались Владимир Ильичом Лениным Но я говорю Про другое Я говорю О том Насколько Мы находимся В плену Вот каких-то Таких Никем Не формализованных Ну вроде Как Самоочевидных Фактов Да Вот значит Евреи Проводили коллективизацию Уничтожали Русского крестьянина Да Евреи Проводили Большой террор И таким образом Уничтожили Кого Нам-то говорят Что как раз Сталин в 37-м году Чистил Вот это самое Еврейское Анти Российское Меньшинство Которое Сделало Революцию Но Петрушка В том Что во всех Ленинских Когортах Евреев Было значительно Меньше Чем в том Самом Сталинском НКВД То есть Здесь какая-то Абсолютно Абсолютно Новая Картина Мира Появляется Которая Требуется Осознать Я просто Рекомендую Прочитать Посмотреть Обругать Еще раз Имя автора Аркадий Попов В фейсбуке Висит Зайдите Посмотрите И те кто Болезненно Относится К проблеме Еврейского Засилья Так называемые Те кто Против Этого Потому что Здесь просто Есть фактический Материал Который Заставляет Немножко По-другому Взглянуть На эту Самую Историю И вообще Мне кажется Что вот Интерес к Истории При всей Его Медвежатности И неграмотности Он Очень важен Потому что Мы начинаем Наконец Сознавать себя Как Гражданскую Нацию И вот Это количество Новых Исторических Исследований На мой взгляд Хорошо И правильно Но просто Там уж слишком Много Совершенно Очевидного Фуфла Но это Со временем Должно Отфильтроваться Если будет Серьезная Конкуренция В средствах Массоинформации В науке И так далее Выберемся В этом смысле Я остаюсь Оптимистом Спасибо И всех вам Хорошего настроения И счастливого дня Спасибо Дмитрий Борисович Орешкин Ждем на следующей неделе С Дмитрием Потапенко Прощаемся До завтра До восьми утра Друзья Встречайте Всем Петра Левинского